В Германии в сети утекли личные данные сотен немецких политиков, журналистов и знаменитостей. Как заявили в администрации канцлера, да чувствительной информации об Ангеле Меркель, злоумышленники не добрались. При этом, как сообщают немецкие СМИ, единственной партией, которую не взломали, стала альтернатива для Германии. На прямую связь из Берлина сейчас выходит мой коллега Александр Коростелёв. Александр, здравствуйте. Как оценивают эту атаку власти Германии? Почему хакеры проявили такую избирательность? Вера, здравствуйте. Новый год для немецкой контрразведки начинается с самой крупной утечки конфиденциальных данных в истории Германии. В результате хакерской атаки были взломаны серверы Бундестага. Злоумышленники получили доступ к переписке, телефонным номерам, адресам проживания депутатов правящей партии, социал-демократов, левых. Проще сказать, кого-то злом не коснулся, а именно право-консервативную оппозиционную партию альтернативы для Германии. Представитель федерального правительства просит общественность набраться терпения, так как расследование столь масштабного взлома потребует времени. Давайте послушаем. Атака затронула личные данные депутатов всех уровней, включая представителей Европарламента, Бундестага, земельных парламентов. Федеральное правительство очень серьезно относится к данному инциденту. Что касается ведомства канцлера, то по первым оценкам, никакие конфиденциальные данные Меркель опубликованы не были. СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что мобильный телефон канцлера все-таки был подвержен атаке. Для Ангела Меркель это не впервые. Ее сотовый в прошлом уже становился объектом прослушки американской спецслужбы. Несмотря на то, что Министерство внутренних дел ФРГ не может назвать ни страну происхождения атаки, ни то, каким образом она была проведена, местные СМИ по уже устоявшейся традиции приступили к поиску руки Кремля. Газета Бильд, не приводя никаких доказательств, рассматривает в качестве потенциальных подозреваемых Россию и Китай. Резкой критике сейчас подвергается руководство спецслужб, отвечающих за кибербезопасность страны. Давайте послушаем лидера партии левых Дитмара Барша. Очевидно, что у нас пытаются создать атмосферу страха и неуверенности. Я считаю, что ответственные службы должны принять соответствующие меры. Случившееся недопустимо. Это противоречит действующим законам. Я ожидаю масштабного расследования спецслужб, которые, очевидно, со своей задачей не справились. В Германии сейчас спекулируют на тему того, что за хакерской атакой могли стоять представители праворадикальных групп, недовольных миграционной политикой Ангелы Меркель. Взлом компьютеров, высоковоставленных политиков и ведущих журналистов мог стать ответом на взрыв офиса партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии. Также на прошлой неделе властям баварского города Амберг потребовалось 2,5 часа, чтобы задержать пьяных беженцев, избивающих местное население. Сейчас улицы Амберга патрулируют народные дружины, в то время как киберотряды, вероятно, своей хакерской атакой дали недвусмысленно понять, как в правых кругах оценивают работу правительства. Вера? Спасибо. На прямой связи из Берлина был мой коллега Александр Коростелев.